В Екатеринбурге оперативники Угро прямо в банке взяли с поличным молодую аферистку, которая пыталась продать полиповым бумагам чужую квартиру. В этом феврале 33-летняя бывшая риэлторша с высшим образованием разместила в интернете объявление о продаже квартиры на пионерке за 5 миллионов 700 тысяч. Вскоре нашлась и покупательница, 46-летняя гражданка, которой жилье приглянулось и цена ей показалась вполне приемлемой. Клиентка даже внесла залог в 50 тысяч, подтверждая серьезность своих намерений и при следующей встрече уже в отделении банка покупательница должна была внести предоплату в 2 миллиона. Но вдруг засомневалась в подлинности бумаг, которую ей предоставила предполагаемая хозяйка квартиры. И как оказалось не зря. Зинаида, назовем так главную героиню, недвижимого детектива с рабочим названием покушения на мошенничество в особо крупном размере, снимала ту самую квартиру на пионерке. И, зная все тонкости работы с недвижимостью, подготовила липовые документы, в том числе эффективную выписку из единого госреестра недвижимости. Точнее сказать, данные в бумажке, касающиеся квартиры, были подлинными, но вместо фио подлинного владельца Зинаида внесла свои данные. Потенциальная покупательница перед тем, как отправиться на сделку и подписать все бумаги, решила сама все перепроверить. И запросила, где надо, сведения о собственнике того самого жилья. Обман вскрылся. Женщина обратилась в полицию. На сделку банк она пришла не одна. Седьмого числа выставила квартиру на продажу, которую арендую. Седьмого вечера мне позвонила девушка, восьмого она ее посмотрела, внесла аванс 50 тысяч рублей на личной квартире. Ну и десятого мы с ней встретились в Сбербанке, Побелинске, в 171. Она должна была передать еще 2 миллиона рублей. И все, и меня сближали сотрудники полиции. По иронии судьбы допрашивали фигурантку уголовного дела в третьем опе, который находится на той же улице Уральской, где Зинаида арендовала квартиру, которую мошеннически и пыталась продать. За спиной владельца. Бывшая риэлторша во всем созналась и покаялась в содеянном. И на сакраментальный вопрос, что ее толкнуло, она кривую дорожку заявила, что, дескать, пошла на обман из-за долгов. И тяжкого материального положения. Что вас подвигло на данный поступок? У меня были серьезные проблемы. Понимали, что это противозаконно? Понимала. Но в любом случае, денежные средства бы ей вернулись через пару дней. С подследственной гражданки, подозреваемой в крупном мошенничестве, следователь взял подписку о невыезде. Правоохранительные органы предполагают, что этот неудавшийся обман был не единственным в ее теневой карьере. И предлагают всем, кто, возможно, пострадал от рук экс-риэлторши, обращаться в полицию. Звонить можно в уголовный розыск или же в дежурную часть. Номера телефонов у вас на экране.